Всем привет, меня зовут Гетманская Тагуи и сегодняшняя тема нашего мастер-класса длинного это наращивание на арочный квадрат гелевые типсы. Во-первых, давайте закроем тему того, что гелевые типсы на самом деле изготовлены из пластика, из хорошего, качественного пластика, исходя из архитектуры правильной нашей ногтевой пластины. То есть это не просто гель, как многие думают, это пластик, но очень качественный, очень прочный и с правильной архитектурой. Работая гелевыми типсами, мы всегда работаем у нас гелевые типсы, база Макси, это очень удобно. И, конечно, на подготовленных к теплосинам уже наносим тот материал, который нам подойдет. Изначально на этом этапе мы можем выбрать гелевые типсы по размеру. Я немного увеличу. И смотрите, в чем очень большая важность. Очень часто вы размер подбираете неправильно, за счет этого происходит неправильная постановка гелевые типсы. Фокус. Смотрите, я взяла гелевую типсу номер 6. Прикладываю. Вроде бы кажется, все хорошо, да? Вот у нас просто закрыты. То есть эта форма очень хорошо подходит. Давайте возьмем типсу номер 7. Номер 7. Сейчас немного отдалю, чтобы вам было видно хорошо. Номер 7. Вроде бы тоже хорошо стоит, тоже закрывает вросты. Поэтому нужно тут уже определиться, чтобы не взять сильно большую форму. Вот видите, вот эта форма. Если мы прикладываем к этому валику латеральному и смотрим сюда, эта форма велика. Поэтому мы ее убираем. При постановке формы обязательно ставьте ее правильно. У меня ноготочки, видите, арочные. Поэтому мы немного поднимаем, чтобы была правильная архитектура. Потому что если мы поставим, чтобы было как бы ровно, он будет упираться и опускаться вниз. Поэтому мы немного задираем. Поэтому материала должно быть достаточно для того, чтобы поставить форму. Обязательно, когда вы ставите ее, не нужно придавливать сильно. Поставили немного, приложили чуть-чуть. По боковой оси померили, посмотрели ровно или нет. И уже фиксируйте в лампе. Лампа может быть фонарик, может быть вот такая лампа. То есть там уже, смотрите сами, тут лампа у нас идет со шнуром. То есть мы включаем в розетку и работаем уже со включенной в розетку лампой. Можно взять обычный фонарик, это не принципиально. Подготовка ногтевой пластины. Опилили форму, оставьте свободный кран, чтобы гель не затекал. Гель, база, не важно чем вы работаете. Наносите ультрабонт. Ультрабонт наносить нужно тонко. Можно нанести только на торец, если ногти сухие. Если ногти все-таки влажные у клиента, то лучше нанести на всю поверхность. Ждем одну минуту. Он полимеризуется у нас на воздухе. Потом берем классическую базу, баз гель. И втирающими движениями наносим на ногтевую пластину. Обязательно втирающими. Наносим на ногтевую пластину. Сушим в лампе буквально 30 секунд. Этого достаточно. 30 секунд сушим в лампе. И подготавливаем материал. Я убираю типсы гелевые. Есть еще миндаль. Арочный квадрат, кстати, это ложится только на торец. Он удобен тем, что можно подобрать любому клиенту абсолютно. То есть есть клиенты, у которых ногтевая пластинка слишком широкая. И вы не можете подобрать овал. Поэтому вы можете взять спокойно верхнюю форму. И из нее уже лепить любую форму. Берем скульпт Макси. Очень важно. Сейчас я поставлю лампу, чтобы было удобно. Уберем скульпт Макси. И наносим на кончик. Аккуратно. Как бы выдавливая, да, вот таким образом материал. Лучше все лишнее потом убрать, если оно будет. Но так как у меня клюет ноготочек вниз, нужно аккуратно все это дело выкладывать без давления. Я включаю лампу. Прикладываем. И идем сушиться. Проверили по центральной оси ровно или нет. Если все нам нравится, то мы идем сушим в лампе. Ноготочек. Я сразу буду в лампе сушить, потому что уже приловчилась, скажем так. Сушим в лампе. Тоже где-то 30 секунд. Нужно посмотреть, насколько все хорошо прихватилось. Хотя база она прозрачная. Она спокойно может как бы так и простоять. То есть не нужно сушить одну минуту, не обязательно. Все это зависит от вашего желания. Смотрим на ноготочек. У меня ноготь сам по себе кривой, поэтому мы смотрим по фаланге. Если фалангу разделить пополам, то у нас ноготочек получается ровный. Смотрим сбоку. За счет того, что мы взяли много материала, у нас ничего никуда не упало. То есть ноготочек по боковой оси идет прям параллельно. У нас нигде нет гель. Точнее база просохла полностью. Нигде нет у нас клюющего торца. Убираем все из-под ногтей материал. И можно оставить так. Можно опилить и добавить материал. Материал нам нужно добавить. Вот самая большая капля материала должна быть где-то вот досюда. Так как нам нужно укрепить зону апекса нашего и стресс-зона. Но тут смотрите, апекс у нас и так высокий. Поэтому нам нужно укрепить стресс-зону. Я возьму гель Milky White. Вы можете взять любой другой гель. Вообще разницы нет. Базой не работайте. База не выдержит. Она просто сломается. Она просто не выдержит. Однозначно. Поэтому работаем гелем. Можно работать прозрачным гелем. Можно вот это выпилить, вот эту ступеньку. Но так как я потом буду перекрывать цветом, это не обязательно. Берем хорошую каплю. И у нас самая главная цель выставить ее куда? Там, где у нас прогиб идет. Да, вот этот. То есть мы не выставляем сюда. Тут у нас и так хватает материала. Мы просто доведем потом до хорошего состояния опила. И когда подведем гель. Мы вот таким образом гель опускаем. Здесь мы сводим практически на нет. Потому что торец у нас очень не так укрепленный. И у нас не должно быть большой толщины. Потом мы потеряем арочку нашу. Это будет не арочные ногти, а страшные ногти. Переворачиваем и прорабатываем ноготочек в перевернутом состоянии. Доводим до хорошего состояния. До правильной архитектуры. Почему до хорошего, а не до идеального? Потому что мы потом вопили. Все исправим. Смотрим, где чего нам не хватает. Если тяжело работать в одну каплю, работайте в две капли. Потому что вы не знаете, сможете вы и не сможете. Потечет, не потечет. Как это делать? Смотрите, я, например, нанесла. Переворачиваю. Так как мне еще и неудобно смотреть, например. Переворачиваю. Видно, да, здесь у нас неровно. Хотя бы максимально выровнять нужно. Максимально выравниваете. Сушим в лампе. Где-то 60 секунд. Тут уже нам нужно сушить 60 секунд. Потому что это гель вообще желательно 2 минуты. Любой гель сушится 2 минуты. Потому что вы не знаете уровень мощности вашей лампы. Она может быть низкой. Поэтому сушите 2 минуты, чтобы точно быть уверенны в том, что гель наш 100% высох и просох. Я сейчас много-долго сушить не буду. Так как у нас все-таки мастер-класс. Поработали мы мелкий гель. Смотрите еще раз. Скульпт бас. Ой, скульпт макси. Бас гель. Имеет вот такую вот вязкость. Прям вязкий, вязкий такой материал. Многие мастера работают макси. Но смотрите, она дает очень большую толщину. Если вы работаете, именно выкладываете клиенту ноготочки макси. Лучше так не делать. Лучше взять медиум. Потому что у медиума самая идеальная вязкость для работы. Обезжириваем. Смотрим на архитектуру. Видите, здесь слишком высоко. Мы просто можем, смотрите, очень крепко. Почему? Ой, практически ничего не гнется. Если у нас будут многослойные еще дизайны, то вообще можно дальше не трогать. То есть можно спокойно оставить так, как есть. В плане в каком. То есть опилить и больше не докладывать материалов. Хотя при желании можно доложить. Смотрите сами. Если будет многослойный дизайн, то и так, и так ноготочек укрепится. Нам главное поработать с архитектурой. Архитектуру можно опиливать фрезой. Можно опиливать пилочкой. Ну, мы будем опиливать пилочкой. Смотрите, как вам комфортнее и с чем вы работаете. Можно укоротить. Вот, можно укоротить. Немножко торец, чтобы он был непрозрачный. Опиливаем поверхность, чтобы выровнять материал. После опила архитектуры нужно добавить здесь гель на пятки, если у вас нет многослойного дизайна. Если будет дизайн, то гель добавлять не нужно. Он так и так у нас, например, дизайн. Я примерно здесь планирую делать дизайн. Поэтому гель можно не добавлять. Можно так и оставить. На этом многоточке будет дизайн в следующем видео. Поэтому пока оставим так. И когда я сделаю дизайн, ищите в следующих видео. Как раз посмотрите, как это будет в целом смотреться. Это будет очень-очень красиво.